Александр Виш. Личность. Том 1. Душа на завтрак или неприятности приходят по пятницам. Читает Марина Нургалеева. Предисловие. Как будет выглядеть ваш рассказ о каком-то процессе, если вы не имеете точных данных о том, где находится его источник, его корень? В этом рассказе будет много вашего, личного понимания, и поэтому почти со стопроцентной вероятностью он будет таким же неточным. Что расскажут потомкам те, кто слушал вас, а их потомки следующему поколению? Ответ очевиден. Все сказанное вами или даже написанное постепенно из-за неправильного понимания и пересказа или ошибок при переводе превратится в сказку, в вымысел, в то, к чему не будет достаточно серьезного отношения. Нечто похожее произошло со всеми нами в вопросе нашего истинного предназначения. А именно, кто мы, откуда мы, зачем мы здесь и почему жизнь такая сложная штука. Ответы на эти вопросы пытаются дать различные духовные практики и многочисленные источники эзотерического направления. Но почему-то жизнь на Земле при наличии таких знаний не меняется к лучшему. А значит, стоит задуматься о том, что существует иная причина происходящих с нами неприятностей. Существует иной источник непростых условий нашей жизни. Мы заблудились в поисках ответов, и поколение за поколением ходим по кругу, и при этом что-то упорно мешает нам выйти из него. Книга «Личность» раскрывает истинную причину того, что случилось с пространством, в котором мы живем, и почему на самом деле наша жизнь наполнена таким драматизмом, а нередко и откровенным негативом. В книге дается информация, которая ломает многие устоявшиеся и укрепившиеся в нашем сознании представления о смысле жизни. Например, какова настоящая цель нашего существования на Земле? Настоящие причины наших ссор и большинства болезней. Именно настоящие причины, а не те догадки, которые множатся, словно грибы после дождя. Почему кто-то успешен, а кто-то, как бы ни старался, не может этого обрести? Существует ли на самом деле карма? Кто такие души умерших, духи и привидения? С кем действительно общаются медиумы? Что такое на самом деле параллельные миры и почему невозможно попасть в прошлое? Как в действительности устроен этот механизм? И кто является незримым автором огромного количества информационной воды в эзотерической литературе? И зачем ему все это нужно? Почему не осталось источников истинных знаний? Кто мы такие? Это и еще многое-многое другое после прочтения этой книги станет доступным вашему пониманию. А то, что вам было известно и ранее, предстанет перед вами совершенно по-другому. Совсем не так, как вы привыкли думать. Всему этому дается точное объяснение. А наличие в книге множества примеров из нашей жизни и то, что они полностью соответствуют предоставляемой в ней информации, не дает возможности быть истолкованным по-разному. Такое постоянное сравнение и поразительные совпадения не оставляют никаких сомнений в том, что так и есть, что именно таков смысл нашего существования. Книга личность, книга откровения, книга предупреждения, книга ответов, книга истинных знаний, когда-то утерянных нами. Это знания, которые позволят вам полностью разобраться в происходящем вокруг вас. А теперь несколько слов о том, как читать эту книгу. Первое. Вам нужно быть готовыми к тому, что как только вы приступите к чтению, у вас начнется суета, кипучая деятельность. Одним словом, ваше внимание переключат с прочтения этой книги на решение важных дел или неожиданно возникших проблем. Вас постоянно что-то будет отвлекать. Причем основания отложить книгу в сторону будут казаться серьезными. Неудивительно, ведь в ней дана точная информация о настоящей причине, почему у вас возникают проблемы, а значит, кому-то или чему-то необходимо, чтобы они у вас были, и это что-то не захочет расставаться с вами. Все просто. Получив информацию, узнав ответ на этот вопрос, вы научитесь не допускать появления проблем даже на горизонте вашей жизни. Поэтому, несмотря на суету, расставьте приоритеты в пользу прочтения этой книги и начните получать знания, описанные в ней. Используя их на практике, вы вскоре будете удивлены результатом, ведь ваша жизнь буквально через несколько недель после прочтения начнет входить в спокойное русло, и проблемы постепенно перестанут вас одолевать. Совершенно изменится ваше отношение ко всему происходящему вокруг вас, и вы обретете настоящее спокойствие, у которого уже будет реальная основа, ваши знания о том, как все устроено на самом деле. Второе. В книге нет пространных объяснений. В ней много конкретики, и все построено на постоянном сравнении с повседневной жизнью. Поэтому вам необходимо внимательно вчитываться буквально в каждый абзац. Третье. Обязательное условие. На протяжении всего периода чтения этой книги постоянно сравнивайте написанное в ней с тем, что происходит вокруг вас. Необходим постоянный анализ происходящего. Поэтому не стремитесь прочитать все сразу. Обилие точной информации перегреет вас. Выберите такой режим, чтобы у вас периодически было время переварить прочитанное, проанализировать, сравнив написанное с тем, что вас окружает, с происходящими в вашей жизни событиями. Это сделает познание более интересным, более глубоким. Четвертое. Несмотря на то, что вся информация в книге подана в виде диалога, что придает ей легкости, эту книгу нужно воспринимать как пособие, как руководство к жизни, к решению различных жизненных ситуаций. Пятое. Для лучшего понимания необходим иной режим чтения, не такой, к какому вы прибегаете, когда читаете художественную литературу. Поэтому, если вы хотите полностью восстановить свое сознание и наполнить себя духовной силой, быть хозяином своей жизни, автором своих успехов и навсегда избавиться от проблем, то вам необходимо будет прочитать эту книгу несколько раз в полном объеме. Три тома. И не просто прочитать, но еще и использовать на практике, в своей жизни, всю ту информацию, что описано в ней. Когда вы будете перечитывать первый том, вас очень удивит ощущение, что вы совершенно по-иному воспринимаете написанное в нем. Причина этому – содержание второго тома. Три тома данной книги – это три витка спирали познания. И каждый виток будет восприниматься вами все легче и легче. В процессе чтения этой книги вы можете столкнуться с тем, что, возможно, вам не понравится, с тем, с чем вы не согласны или о чем у вас совершенно другое, уже сложившееся мнение. Поэтому, если у вас возникнут сомнения, вопросы или несогласия с прочитанным, то, несмотря на это, продолжите чтение, и вы обязательно дойдете до ответа на ваш вопрос, до момента, который развеет ваши сомнения, а к концу прочтения книги вас оставит всякое желание спорить. 7. Если все же вы останетесь при своем мнении, то это ваше полное право. Но, прочитав эту книгу, вы уже не сможете попадать под разряд тех, кто имеется в виду в известных вам словах «Прости их, Господи, ибо не ведают, что творят». После прочтения вы будете информированы, вы будете ведать, что делаете. Поэтому, если вы не готовы взять на себя такую ответственность, то вам стоит закрыть эту книгу и положить ее на полку. Возможно, до того момента, когда вы почувствуете себя готовым к этому. «Мир прекрасен». А наше истинное и единственное предназначение – получать удовольствие от самой жизни, от всего, что окружает нас. Мы – собиратели информации. Для этого мы здесь. Но есть то, что встало на пути нашего предназначения и не дает нам выполнить свою программу, чтобы затем не пустить нас домой. О том, что это, вы узнаете, прочитав книгу «Личность», первый том, который вы держите сейчас в своих руках. Просим выключить ваши мобильники и ваши мысли о важных делах мы начинаем. Глава первая. Окно для души. 1 февраля 1994 года. 8 часов 30 минут утра. Алекс. Где я? Что происходит? Голос незнакомца. Ты на пути к выходу. Алекс. Кто это? Голос незнакомца. Не правда ли? Странное ощущение. Алекс. Что происходит? С кем я говорю? Или не говорю? Я как будто понимаю. Голос незнакомца. Интересное ощущение. Согласись, это не похоже на галлюцинацию. Алекс. Что со мной? Я словно существую отдельно от... Голос незнакомца. Да. Ты словно полностью здесь, но твое тело отсутствует. Я же говорю, ты на пути к выходу. Алекс. Что это значит? Я умер? Голос незнакомца. Не совсем. Скоро ты вернешься назад, ведь ты еще не доиграл свою роль. А сейчас у тебя есть возможность получить ответы на все те вопросы, которые ты задавал до того, как попасть сюда. К примеру, ты хотел знать, что происходит с человеком, когда он умирает? Алекс. Нет. Остановите это. Я чувствую это. Голос незнакомца. Да. Здесь по-другому никак. Хорошо. Я остановлю. Алекс. Где я? Я хочу вернуться. Голос незнакомца. В данный момент это невозможно. Чуть позже. Нужно подождать. Алекс. Вы говорите загадками. Голос незнакомца. Тогда давай займемся разгадками. Как насчет ответов на твои вопросы? Или ты точно решил ничего не знать? Алекс. Если так же, как с вопросом о смерти, то лучше не надо. Голос незнакомца. Не волнуйся. Это будет просто информация. Более никаких болезненных ощущений. Ты получишь ответы на все свои вопросы. Однако, прежде чем ты дашь согласие, мне необходимо будет предупредить тебя. Эти знания изменят тебя. Изменят твое сознание и твою жизнь. После получения тобой информации и возвращения в трехмерное, жить, как ты жил раньше, ты уже не сможешь. То, что тебя окружало, предстанет перед тобой совершенно по-другому. Полностью изменится твое мироощущение. Но то, что тебе будет ведомо, станет для тебя шансом спастись. Алекс. Спастись? Отчего? Голос незнакомца. Вот и узнаешь. Ты имеешь полное право выбрать, знать или не знать, спать или проснуться. Ты любознателен, и мне это нравится. Алекс. И все же. Что со мной? С кем я говорю? У вас есть имя? Голос незнакомца. Ты можешь называть меня Сур. Тебе будет сложно понять, кто я и откуда. Ты у выхода. И пока это тоже трудно объяснить, но я готов тебе рассказать и об этом, и о многом другом. Алекс. У меня было много вопросов. Сур. Вот обо всем и поговорим. Ты готов? Алекс. Не знаю. Есть сомнения в том, что это не сон и не фантазии моего мозга. Сур. Это все потому, что ты не понял, что произошло. У тебя присутствует шлейф мозговой деятельности. Отсюда и недоверие, но поверь, то, что ты сейчас ощущаешь, не галлюцинации. Это реальность. Настоящая реальность, а не то, что происходит с тобой на земле. Алекс. Тогда где я? Сур. Как я уже сказал, ты на пути к выходу. Но пока сохраняешь связь со своим физическим телом. Все, что окружает тебя на земле, это проявленное. Сейчас ты находишься на границе между проявленным и непроявленным. Говоря образно, ты словно выглянул в окно. Ты в промежуточном пространстве. Алекс. Клиническая смерть? Сур. Нет. При клинической смерти душа, назовем пока это так, не покидает тело. И все видения, сопровождающие такое состояние, являются лишь финальной программой, вмонтированной в ваш мозг. Состояние, в котором оказался ты, называется ближний выброс. Душа тоже остается на месте, в соединении с телом, но при этом открывается шлюз. Действительно, словно окно для ее выхода, и мы с тобой в данный момент общаемся именно через такой шлюз. Так что то, что ты чувствуешь и понимаешь сейчас, происходит реально. И это не сдвиг твоего сознания. Впрочем, ты можешь принять решение выйти, но, предупрежу тебя, сделав это, ты подвергнешь себя серьезной опасности. А вернуться назад будет уже невозможно. Лучшее для тебя сейчас сохранять спокойствие и оставаться в промежуточном пространстве. Пока шлюз снова не будет закрыт, а мы позаботимся о том, чтобы ты также спокойно вернулся в трехмерное. Аликс, вы сказали «мы», кого вы имеете в виду? Сур, мы непроявленное, но контролирующее трехмерное, в том числе земное пространство. Но понять тебе, что это означает, сейчас будет сложно. Позже и только при условии получения твоего согласия узнать, я обо всем расскажу. Наша задача – контролировать промежуточное пространство. Мы ловим сигнал появления колебаний в нем, означающий, что открыт очередной шлюз. Помогаем тем, кто оказывается в таком состоянии и наделяем их знаниями. И это пока единственный оставшийся способ как-то повлиять на то, что произошло с вами. Аликс, с нами? Сур, с вами. Всеми живущими на земле. Я не имею права навязывать знания без твоего согласия и интереса с твоей стороны. Поэтому еще раз задам свой вопрос. И в зависимости от твоего ответа мы либо продолжим общение, либо попрощаемся. И ты вернешься в проявленное. Итак, мой вопрос. Тебе интересно узнать о том, как устроено и по каким принципам живет и действует все, что тебя окружает на самом деле. А не так, как ты и многие из вас ошибочно привыкли думать. Интересно ли то, что находится за порогом вашей жизни после того, как вы умираете на физическом уровне? Интересно ли тебе будет узнать о том, что действительно стоит за вашими повседневными проблемами и периодически возникающими неприятностями? Интересно ли тебе знание о механизмах и законах построения пространства? О том, кто все это создал, а также получить информацию об истинных причинах того, почему на Земле такая сложная жизнь, полная душевной боли? Алекс. Думаю, для этого потребуется много времени. Значит, я здесь надолго. Сур. Ошибаешься. Каким бы долгим ни было наше общение, на Земле за все это время пройдет всего лишь несколько минут. Ты находишься там, где скорость передачи информации очень высока, а время относительно. В земных условиях на получение этих знаний ушли бы месяцы, а чтобы усвоить и почувствовать – годы. И сейчас у тебя есть уникальная возможность познать все. Ты можешь задавать любые вопросы. У меня будет только одно условие – не спорить. Как только ты попытаешься это сделать, наше общение прекратится, и ты вернешься обратно. С твоей стороны не должно быть никаких попыток опровергнуть сказанные мной. Информация, которой я собираюсь с тобой поделиться, дается мной не для споров и не требует доказательств. Выслушав меня до конца, ты убедишься в том, что доказательства не нужны. После получения тобой знаний, твое отношение ко всему, что тебя окружает, станет совершенно иным. Твое сознание восстановится, и ты проснешься. А сейчас я жду твоего ответа. Готов к познанию? Алекс. Да. Сур. Хорошо. Я очень рад этому, Алекс. Думаю, что и ты вскоре будешь благодарен этому случаю. Итак, начнем. Для начала немного общей информации о том, как будет происходить наше общение, и о чем я собираюсь тебе поведать. Во время того, как я буду делиться знаниями и отвечать на твои вопросы, ты почувствуешь, как произносимое мной будет то ускоряться, то достаточно сильно, то словно останавливаться на отдельных словах, но затем снова набирать темп. При этом ты будешь не только полностью понимать и запоминать все, что я скажу, но и чувствовать это. Думаю, ты уже заметил, что наше общение происходит не с помощью слов, а на уровне понимания. Непривычные ощущения, но таковы параметры и условия здесь. Повторю, время в промежуточном пространстве, как и во всем, что находится за пределами трехмерного, относительно, что и позволяет дать огромное количество информации за очень короткий срок. Пока ты видишь только темноту, но в момент передачи знаний ты сможешь видеть картины того, о чем будет рассказываться. У тебя появится ощущение, словно ты находишься в центре чего-то огромного, глобального. Это центр истины. Центр познания, куда ты и будешь помещен для того, чтобы ты мог понимать и чувствовать то, насколько те или иные действия и поступки людей, а также события и явления, близки или далеки от нее. Таким образом, ты действительно почувствуешь энергетически, что является естественным, настоящим, а что искусственно создано или искривлено и навязано вам. Это ощущение останется с тобой и после возвращения. Именно это позволит тебе полностью восстановить твое сознание и проснуться. Далее, на протяжении всего моего рассказа, мое обращение будет адресовано не только тебе, Алекс, но и ко всем вам, воплощенным в данный момент на Земле. Многое из того, о чем я буду говорить сейчас тебе, как и многим из вас, понятно и знакомо. Но зная это, я все же сознательно буду давать информацию в полном объеме, включая и то, о чем всем вам давным-давно хорошо известно. Это необходимо. Во-первых, для того, чтобы ты смог увидеть полную картину того, как на самом деле устроено все, что тебя окружает, как функционирует это пространство и то, насколько все в нем взаимосвязано. К примеру, часть информации, предоставленной мной, покажется тебе не касающейся тебя лично, но, уверяю, такое мнение глубоко ошибочно. Все, абсолютно все, что происходит сейчас на Земле, касается лично каждого из вас. Все очень-очень сильно переплетено, и даже небольшой негативный поступок любого человека, живущего от тебя за тысячи километров, оказывает непосредственное влияние на тебя и на всех окружающих. И ты совсем скоро убедишься в этом. Во-вторых, и я полностью уверен в этом, что уже имеющиеся у тебя знания после моего рассказа предстанут перед тобой совершенно по-другому. Также уверены в том, что, вернувшись, как я уже говорил, ты будешь смотреть на все происходящее вокруг тебя абсолютно другими глазами. Ты получишь информационный фундамент истинных знаний в том виде, в каком он был изначально, то есть полным, а не разбросанным по разным религиям и другим источникам в виде различных, часто имеющих множество нестыковок и несовпадений обрывков информации, дошедших до вас из глубины тысячелетий. Думаю, для тебя не новость то, по каким причинам это произошло. Да, действительно, что-то было утеряно вследствие прошествия слишком длительного периода времени и различных разрушительных событий, а что-то было искажено в результате неправильного понимания, неточности при пересказе, переводе или переписывании. Но в основном это случилось по причине постоянного повторения вашей истории. Об этом чуть позже. И умышленного уничтожения и подмены информации для сокрытия самого важного, того, что является ключом к познанию. Для того, чтобы было легче усвоить все, о чем я буду говорить, тебе необходимо сделать следующее. Тебе необходимо очистить, убрать, удалить из своей памяти все, что ты читал или слышал об устройстве мироздания, о параллельных мирах, о том, что находится за порогом жизни, о потустороннем мире. Очень важно начать все с чистого листа. Словно до этого ты не прикасался к вопросам, кто ты, откуда ты и зачем ты здесь, словно ты только что родился. Нужно полностью отбросить и забыть о своих познаниях о душе, о Боге, так как знания эти были получены тобой, как и многими другими из вас, бессистемно и из источников, часто имеющих сомнительное происхождение. Поэтому на всем протяжении моего рассказа не пытайся сравнивать то, что ты услышишь от меня, с тем, что ты слышал до этого от других или читал сам. Повторю, ты получишь знания в полном объеме, в том числе и то, что тебе известно, но уже в чистом, неискривленном виде. То есть потерь в твоих знаниях никаких не будет. Дождись, когда я закончу свой рассказ. Усвоив всю информацию, что я тебе предоставлю, ты найдешь в ней множество совпадений с твоей повседневной жизнью и жизнью твоих знакомых и незнакомых тебе людей. А затем сравнишь эти знания с тем количеством, порою очень противоречивой информации, что у вас есть сейчас. И тогда многое из того, что ты знал до этого, отпадет само, как ложное или пустое, а сам ты с легкостью сможешь отличать настоящее от искусственного и также искусственно внедренного в твое сознание. В моем рассказе будет много повторений. И это тоже не случайно. Такой метод познания называется спираль знаний. Так тебе будет легче удержать в памяти то, что я буду говорить. Выглядеть это будет так. Я буду давать информацию о каком-то явлении, свойстве, принципе, частично, говоря, что остальное поведаю позже, а затем неоднократно буду возвращаться к этому, но уже с новыми подробностями, чтобы мозаика полностью сложилась. Все, что создает основу любого действия, события или явления в трехмерном пространстве, строится, движется и развивается по спирали. Вспомни, как выглядит структура ДНК. Спиральный принцип развития имеет сценарий, но об этом чуть позже. Галактики и сам полет небесных тел. Если посмотреть со стороны, как в космическом пространстве движется Солнечная система, то можно увидеть в этом движении по спирали. Солнце летит, увлекая за собой вращающиеся вокруг него по своим орбитам планеты, описывая тем самым спиралевидную траекторию. Спираль знаний именно в такой форме происходит познание. В такой форме будет и мой рассказ. С той лишь разницей, что он скорее будет напоминать движение кисти при покраске стены, когда сначала вы проводите кистью в одну сторону, а затем делаете обратное движение, чтобы заполнить краской недокрашенные вами участки. Несмотря на очень необычные ощущения и состояние, в котором ты сейчас находишься, что дает тебе основание верить мне, все же что-то из того, о чем я буду рассказывать, покажется тебе неправдоподобным, а что-то будет отторгаться и не приниматься тобой. Все потому, что в данный момент, как я уже говорил, ты все еще находишься под влиянием шлейфа мозговой деятельности. Мозг наполнен стереотипами и огромным количеством условностей, навязанных вам и внедренных в ваше сознание, что засорило его, и по этой причине достаточно серьезно мешает вашему нормальному, адекватному восприятию. Не делай поспешных выводов, а просто слушай, и когда ты дослушаешь меня до конца, у тебя не останется никаких сомнений в том, что я говорю правду. Этот огромный пазл информации сложится полностью. И если и останутся какие-то вопросы, то ты уже легко сможешь найти на них ответы, применяя уже самостоятельно те знания, которыми я собираюсь с тобой поделиться. Мой рассказ будет не о различных гипотезах и версиях построения Вселенной, не о принципах ее существования, отдадим это на откуп вашим ученым. Я расскажу тебе о том, что действительно произошло на Земле, о том, что произошло и происходит со всеми вами. Главное, что ты получишь, это информация о настоящей причине, почему в вашей жизни так много неприятностей, зачем и кому они нужны, и почему на самом деле нужно радоваться жизнь, всегда пребывать в спокойствии и хорошем настроении. Вся предоставленная мной информация сознательно не будет насыщена научными и эзотерическими терминами. Скажу все очень простым и понятным языком, не вдаваясь в технические подробности и не употребляя малопонятных для обычного человека слов и выражений, что часто и становится основной помехой разобраться в сути и впитать в себя полученные знания, а иногда и вовсе отбивает интерес к познанию. Обилие терминов без разъяснения их истинного понимания, без предоставления основ знаний создает у человека ощущение пустой многословности, не имеющей отношения к его повседневной жизни. Человек хочет знать, как все это связано непосредственно с ним, а не слушать общие слова, не имеющие конкретики. Конкретики в моем рассказе будет очень много, а значит будет много важной информации, поэтому постарайся быть крайне внимательным. Я коснусь абсолютно всего, всех сфер и явлений, происходящих в вашей земной жизни, начиная от самых мелких, бытовых ситуаций до глобальных событий. Ты сможешь увидеть полную картину происходящего и понять степень тех заблуждений, в которых вы живете. Затем мы перейдем к практической части, в которой я поделюсь с тобой информацией о необходимых действиях, методах и способах, как выйти из ловушки, в которой вы все оказались. Ты получишь не просто знания, а возможность практического их применения. А узнав об истинной причине возникновения негатива в вашей жизни, у тебя не останется сомнений в том, что все эти методы нужно обязательно использовать, что они реально имеют действие. Эти знания в сочетании с практикой избавят тебя от мучительной реакции на периодически возникающие в твоей жизни проблемы. Постепенно уйдут и сами проблемы. Ты перестанешь испытывать подавленные состояния и депрессию. В семье резко уменьшится количество ссор и конфликтов. Уйдет суета и жизнь твоя наполнится спокойствием и радостью. Познание истины поможет тебе быть счастливым и свободным не только в этой жизни, но и, возможно, во всех твоих последующих воплощениях. Ты получишь информацию об основе всего, а если твой интерес будет направлен на что-то конкретное, то ты уже сам сможешь углубиться в познание того, что тебя заинтересовало, но уже имея истинный фундамент для изучения, ты не сможешь заблудиться, сможешь найти точный и верный путь. Но, пожалуй, самое важное это то, что ты получишь ответ на главный и часто задаваемый всеми вами вопрос «Почему?» «Почему кто-то имеет успех и материальное благополучие, а для кого-то это так и остается неосуществимым, несмотря на все его старания? Почему болеют ваши дети? Почему вы периодически ссоритесь и что на самом деле стоит за всеми вашими ссорами и конфликтами? Почему те, кто по вашему мнению заслуживает наказания, не получают его, и наоборот, на того, кто добр и отзывчив, сваливается куча неприятностей? Какова истинная причина этого? Почему в каких-то регионах на вашей планете столетиями ничего не меняется к лучшему? Почему вам невозможно раз и навсегда прекратить убийства и войны? Получив знания, ты, возможно, удивишься, что все ответы просты для понимания и для того, чтобы понять основу, понять истину, не обязательно иметь углубленные научные познания или сверхспособности. А вам внедрено мнение о том, что все сложно. Думать так большое заблуждение и совсем не случайно вплетено ваше сознание. Для понимания всего этого нужно только одно наличие души. Алекс, а бывает по-другому? Сур, да. Но давай обо всем по порядку и помни главное, ты начинаешь все с чистого листа.